Мы с вами делаем. Мы с двумя самыми взялись, как вы говорите. Чувствуете натяжение? В две недели. И вот тоже прочувствуем. Ну, чуть-чуть хотя бы. Вот не только в небе. А вот еще и в голову. Сворачиваем коврик. Давайте несколько раз. Потому что нам надо стукнуть коленку встать. Вот теперь встаем коленку. На скрозный коврик. Одну ногу. Шагаем вперед. Причем широко шагаем. Тянуться будет нога садняя. И нам надо сейчас эту саднюю ногу не ровно оставить стоять. А чтобы она у нас стала под наклодок. То есть эту ножку чуть вперед. И, видите, прям выкатилась. Так. Это носочек. Сразу приятное ощущение. Вот, конечно. Хорошо. Так. Вперед. Еще. Вот такой. Давай-давай. Так. То есть у нас должна задняя нога не стоять перпендикулярно. Геометрия основа. Вы мне научитесь и параллельно приводить перпендикулярным углам. А надо, чтобы задняя ножка была под наклоном чуть-чуть. И чем больше этот наклод, тем сильнее будет тянуться. Угу. 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 Вперед. Угу. 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 Вот в идеале, чтобы растяжка была эффективная, это активный мышц и связь. Во время вот растяжения, вот дисципальная шкала 10 баллов, это когда уже все, как бы отхочется, ей куча вообще. Потому что, что капец, она хороша мышца. Нам всегда это смеется на цифру 7 или лучше даже спориться. Понимаете о чем это говорит? То есть нам должно быть больно, чтобы было эффективнее. Потому что и связки, и мышцы только через боль растягиваются. Но, естественно, не через боль в суставе, а через боль растягиваемые мышцы. Меняем маршрут. И вот сейчас, кстати, тоже интересный момент. Простите внимание, правая и левая нога тянутся одинаково или по разному. По разному. По разному. А так. На однойipsе работчика сама. Все. Раз идет созло. Весь подвоночник локт в vàду кашин азон. Как вы переходите на зову веспельtechnо. Лексы читают регулятор. Так, натягиваем на стол, вниз заходим на стол, а за носок. А что это у меня там заседочка? Скажите, больно. Больно, когда стоит на коленке, да? Больно. Кому еще больно? А если это еще мягче, прям раздыхайте еще, пожалуйста. Знаете, твоя, бывает даже такое, что колена болит и за гипертонусом болит. Потому что вы еще сидели на спальне, начинает чашку на себя перетягивать. Представляете, что такое мысль в гипертонусе? Она сжата, спазмирована, и она, вместо того, что будет гибель эластичной, берем горсть в спальне и на себя этот несчастный результат перетягивает. И, кстати, в каком месте набирает. Так. Рассматриваем на стол. Хорошо. Подтянулись. Еще раз повторю. Есть ли одна нога?